Здравствуйте, друзья! С вами на связи Артём Уточкин и это видео называется 10 подсказок для игры против левшей, часть 2. Первую часть, если вы не смотрели, вы можете посмотреть на моём блоге artyomuточkin.ru, она так и называется 10 подсказок для игры против левшей, часть 2. Для тех, кто смотрел, вы помните, что в первой части я дал первых 5 подсказок для игры против левшей и сейчас я дам вам ещё 5 подсказок, которые вы можете использовать для игры против левшей, чтобы улучшать свои результаты против таких спортсменов. Давайте долго не раскачиваясь, переходим непосредственно к делу. Подсказка номер 6 звучит так. Левша не любит быструю подачу влево, в большинстве случаев играет этот мяч довольно пассивно. Давайте разберём эту ситуацию. Вот представьте, что на этой стороне вы, на этой стороне левша. Если вы подаёте подачу отсюда по прямой, то подаёте эту подачу не короткую, а подаёте эту подачу быструю, то для левши это всегда неприятно. Почему? Вот представьте, что на этой стороне стоял бы не левша, а стоял бы на этой стороне правша. На правшу чаще подаётся быстрая подача в его левый угол, то есть по диагонали. Диагональ у нас в настольном теннисе всегда длиннее, чем прямая, соответственно, на реакцию больше времени. Поэтому всегда подачи по прямой на левшу, они хорошо работают. Если, тем более, вы используете эти подачи в связке с короткими подачами справа, вы помните, в одной из подсказок в первой части я как раз говорил о том, что очень хорошо против левшей работают подачи короткие в правый его угол. Левша начинает уже сюда интуитивно смещаться к приемам подачи вправо. И если вы одиночно ловите его, вот такой вот быстрой подачей влево по прямой, то это очень часто срабатывает, и левша играет отсюда пассивно. То есть это я очень часто использовал в своей игре, я вообще любил играть против левшей, и у меня это очень хорошо проходило. То есть в каждом сете один-два раза я использовал вот эту подачу справа по прямой на левшу и получал на большинстве случаев пассивный мяч. Ну давайте теперь посмотрим на примерах, как это происходит. Также это делается и в игре сильнейших спортсменов мира. Давайте посмотрим, как и на этом уровне это тоже работает. Внимание на экран. Вот вы увидели несколько моментов, как сначала Малонг использует быструю подачу против Тима Бола, и затем Авчаров Дмитрий тоже использует против Тима Бола аналогичную быструю подачу и получает преимущество. Конечно, такие левши, например, как Тима Бола или Ксюксин, очень высокого уровня, у них много моментов, когда их тяжело поймать такой подачей. То есть на них идет такая подача, они как-то к ней готовы, успевают на нее среагировать. Но мы говорим все-таки в большей степени не о таких левшах, как Тима Бола или Ксюксин. Мы говорим больше о левшах того уровня, с которым играете непосредственно вы. И на том уровне, на котором играете вы, это в любом случае работает. Я это прекрасно знаю, потому что это также работало и на том уровне, на котором я играл. Ну, как я вам и показал, даже против такого спортсмена мощного, как Тима Бол, тоже периодически такие подачи срабатывают. И не просто так Малонки и Дмитрий Овчаров эти подачи в матчах против Тима Бола использовали. Хорошо, это то, что я хотел вам сказать по подсказке номер 6. Я думаю, здесь все ясно. Да, еще хотел один момент добавить, немножко забыл. Хорошо работает именно подача правой стороной. То есть, если вы будете подавать подачу слева, например, если вы будете подавать подачу слева, тем более, если вы будете делать подачу слева из центра, то она уже не так хорошо работает. Хорошо работает именно подача правой стороной по прямой. Вот так, как это было на примере Малонга и Дмитрия Овчарова. Вот эта подача работает хорошо. Давайте переходим к подсказке номер 7. И подсказка номер 7 звучит следующим образом. Когда левша отошел в среднюю зону, докручиваете только влево. Когда вы переводите вправо, вы рискуете получить топ спин справа с боковым вращением, которое позволит левше перейти уже в свое наступление. Помните, левши любят это и ждут этот момент. Давайте разберем его на нашем столе более подробно. Когда левша отошел в среднюю зону, то есть если вам в течение розыгрыша удалось левшу отогнать на 2-3 шага от стола, то сразу же переводите игру в левый угол левши. Левши, как правило, играют из средней зоны, когда, например, накидывают левой стороной, они делают это хуже, чем правши. В большинстве. Понятно, что всегда есть исключения, например, такие как мизутани, которые прекрасно играют в средней зоне. Но мы сейчас, опять же, говорим не о супер мировом уровне, мы говорим о своем уровне, на котором мы играем. Только левша отошел от стола, сразу же переводим игру влево и докручиваем влево. Вот, причем желательно докручиваем до того момента, пока левша оттуда не ошибется. И какая ошибка часто бывает у спортсменов, которые играют против левшей. То есть, например, они играют один мяч влево, второй мяч влево и дальше переводят вот так вот мяч в правый угол левши. И что делает левша в этот момент? Левша в этот момент очень часто делает такой топ-спин справа с боковым вращением, который направлен в левую сторону правши. И уже правша оказывается в таком не очень хорошем положении, когда ему, чтобы сыграть снова справа, нужно проделать большой объем работы ногами. Ну и вообще, даже если, например, вы перевели вот сюда вот в правый угол левши, отсюда пошел боковой топ-спин сюда, даже если вы успели сюда справа и продолжаете играть, например, справа в диагональ, то здесь уже преимущество будет у левши. Левша вас будет уводить все косее и косее сюда на заход. То есть, помните всегда, что, конечно, переводить в право, когда левша находится в средней зоне, переводить в его правый угол можно, но нужно делать это очень и очень аккуратно. То есть, зная, когда, ну, как бы наблюдая за соперником, если, например, левша пошел на заход, то можно перевести в правый угол. Вот, но если вы видите, что левша готов к этому мячу, то лучше докручивайте влево, пока левша оттуда не ошибется, потому что левши, они редко, например, делают какую-то контратаку из дальней зоны слева, у них это не очень хорошо получается, поэтому если вы будете стабильно такими, может быть, средними, чуть сильнее средних топ-спинов докручивать в левый угол, скорее всего, вы выиграете очко. Ну, в большинстве случаев вы точно выиграете очко. Вот, то есть, вот эту ситуацию, с этой ситуацией будьте очень внимательны, потому что я вот, например, тоже юных спортсменов много это вижу, такая у юных спортсменов всегда как бы в игре огонь, такая горячность присутствует, и они часто необдуманно, например, сыграв один-два раза влево, необдуманно переводят вправо, думая, что это для левши сложно, а нет, для левши это очень просто. То есть, левша такой мяч любит, и правой стороной очень часто играет с боковым вращением, как бы уже переходя в наступление и уводя правшу непосредственно с площадки. Давайте посмотрим, как переводят игру в левый угол в течение розыгрыша, когда левша отходит сильнейший спортсменный мир. Внимание на экран. Вот вы увидели, как такие спортсмены, как Джан Джи Кей и Ван Хао, уводят левшу влево. Кстати, вот тот розыгрыш, который вы видели против Джуна Мизутани, я его сделал не до конца специально, там достаточно длинный розыгрыш, и он был интересный, этот розыгрыш завершен. Ван Хао докручивал влево, и поймав момент, когда Джун Мизутани стал заходить, чтобы перехватить атаку справа, когда он стал заходить сюда, вот под правую сторону глубоко в левый угол, Ван Хао перевел этот мяч по прямой. Вот так переводить можно, но это был именно зрячий такой перевод, вот, и это правильно. А если вы будете переводить в тот момент, когда левша стоит на ногах, грубо говоря, уверенно, вот, и вы будете переводить, то будете получать вот такой вот боковой, вот с такой вот траекторией топспина уже на себя в левый угол. Ну, собственно говоря, давайте я вам покажу еще, как это очко было сыграно полностью между Ван Хао и Мизутани. Давайте посмотрим. Хорошо, вот, собственно говоря, в такой ситуации переводить можно, в других ситуациях переводить крайне нежелательно, чтобы не оказаться вот в ситуации, которая сейчас у вас изображена здесь на столе. Хорошо, переходим к подсказке номер 8. А вот как раз, да, я извиняюсь, забыл, что у меня на слайде еще было зачеркнуто. Да, вот такой ход, а его делать в целом нельзя. Да, извиняюсь, что забыл сразу сделать эту черточку. Переходим к подсказке номер 8, и она звучит следующим образом. Если имеете проблемы с приемом подачи левши, то сместитесь в стойке в центр стола. Это позволит лучше видеть подачу, если надо принять подачу слева. Не секрет, что у многих правшей есть при приеме подачи, которые подают на них левши, есть определенные проблемы. Связано это с тем, что когда правша играет против правши, то, в принципе, момент касания мяча в большей степени виден. Но если вот левша подает отсюда, с угла, вы стоите в этом углу, то часто момент касания не виден, как подает левша, и поэтому не всегда понятно, какое вращение приходит. И поэтому здесь при правом приеме правши допускают, ну, такие ошибки, либо поднимают мяч излишне сильно. Собственно говоря, по той же самой причине, я рекомендовал подавать подачи на левшу больше сюда, больше в правый угол, потому что левша также не видит момент касания мяча. Вот. Если у вас есть проблемы, если вы в матче против каких-то левшей не видите момент касания мяча, то вы должны сделать следующую вещь. Вы должны сместиться при стойке ближе к центру. Сместиться при стойке ближе к центру, чтобы, во-первых, у вас была возможность лучше видеть момент касания, а во-вторых, чтобы у вас была возможность принять эту подачу слева, потому что очень часто удобнее и логичнее сделать прием подачи слевой. Прием подачи левой стороной, тем более, если вы не справляетесь с приемом подачи. И давайте рассмотрим эту ситуацию на примере олимпийского чемпиона Джан Джеке. Вот два скриншота из разных матчей. Здесь вот слева это матч против Патрика Баума, против немецкого левши. Здесь это матч против Дмитрия Овчарова. Ну, как вы знаете, Дмитрий Овчаров играет правой рукой. Посмотрите, пожалуйста, разницу. Вот против Дмитрия Овчарова Джан Джеке стоит в левом углу. Посмотрите, где располагается у него стойка. То есть он стоит прямо вот здесь вот в углу слева. И это при всем при том, что, как вы знаете, те, кто более так активно следят за настольным теннисом, как вы знаете, Джан Джеке очень любит принимать подачу именно левой стороной. Он часто принимает подачу левой стороной. И даже несмотря на все это, при приеме подачи против правши он стоит в углу. Вот здесь вот. И посмотрите кардинальную разницу, где он стоит на приеме подачи против левши Патрика Баума. То есть он специально смещается ближе к центру. То есть практически вот он где-то на полметра, может быть даже 70 сантиметров смещается к центру, чтобы принять эту подачу слева. И давайте сейчас я покажу вам несколько моментов, как Джан Джеке действительно принимает подачу из вот этого правого угла, отливший он принимает ее слева. Внимание на экран. Вот вы увидели, что и в матче против Патрика Баума он играет активно из правого угла левой стороной. Там матч против Тима Бола пытается оставить коротко левой стороной из этого угла. То есть он принимает вот так вот часто подачи. Первым, кто начал так это более как бы активно использовать, был Яновый Валнер. Он в свое время тоже против левшей стал смещаться в стойку ближе к центру и принимать левой стороной. То есть не было еще такого элемента, как Банан. Он принимал левой стороной подачи коротко, срезал их. Ну, в общем, делал все элементы, которые были доступны на тот момент. Вот. То есть это такой момент как бы для вас, может быть, не очевидный. Может быть, кто-то о нем слышит первый раз. Но и даже если, например, вы бы смотрели матчи Джанжике, вы бы могли вот это не заметить без вот этих скриншотов. Сейчас вы это знаете. И в случае, если у вас есть проблемы в матче при приеме подачи левшей, то сместитесь и попробуйте принять эту подачу левой стороной. То есть вот вообще даже в целом, хотя бы исходя из того, какой угол зрения у вас на подачу, это тоже очень актуально. Посмотрите, представьте, что вот Джанжике стоял бы вот в этой позиции, да, где вот он стоит здесь вот против Дмитрия Авчарова. Представьте, что он бы стоял в этой позиции против Патрика Баума. Шансов отсюда увидеть, что будет подавать Патрик Баум, то есть момент касания с мячом, очень тяжело. То есть вот у него бы здесь находился бы вот где-то взгляд у Джанжике, и он бы просто не видел то, что происходит вот здесь вот при подаче у Патрика Баума. Вот, и когда он встает сюда, то здесь отсюда у него, соответственно, взгляд уже как бы более такой диагональный, ему уже гораздо легче разглядеть вращение. То есть вот еще одна причина, почему с левшами можно немного сдвигаться в стойке ближе к центру. Ну хорошо, я думаю, этот момент вы поняли, и мы не задерживаясь переходим к подсказке номер 9. Подсказка номер 9 звучит следующим образом. Большинство левшей плохо держат мяч на столе. Они так устроены, что стараются как бы скреативить выигрыш очка. То есть они стараются часто выиграть очко таким неким экспромтом. И ваша задача против левшей быть более стабильным. Ну, причем вот здесь я имею в виду, опять же, не таких левшей, например, как Тима Болу или Джун Мизутани. То есть это гениальные левши, высочайший мировой класс. Я имею в виду сейчас левшей, против которых чаще всего играете вы. Конечно, есть левши, которые держат мяч хорошо на любом уровне. Но если взять в целом, то всегда из 10 левшей где-то 7-8 будут, которые играют в такой некий стрелковый настольный теннис. То есть они не держат мяч на столе больше 2-3 раз. Я вот очень часто сам встречался с такими левшами. То есть у них постоянно желание как-то резко выиграть очко быстро, экспромтом каким-то. Да, они могут выиграть очко очень красивым элементом. Но и часто очень допускают ошибки на, казалось бы, даже удобных мячах. Вот, и поэтому моя подсказка будет вам такой, что старайтесь против левшей, особенно если вы видите, что против вас левша, который пытается выиграть очко какими-то такими двухходовками, трехходовками, пытайтесь держать мяч на столе. У вас задача сыграть более стабильно. Здесь я вам не буду приводить никаких примеров, потому что, ну, всегда можно найти там моменты, где или Тимабол, или Ксюксин, например, ошибся первым мячом, так же, как можно и у любого правши найти такие моменты. То есть это было бы как бы, ну, неадекватной ситуацией. То есть это было бы непоказательно, если бы я нашел там мячи, которые, кто-то из сильнейших левшей ошибается там на первом или на втором мяче. Это я вам как бы говорю просто для справки. Вот, то есть всегда оценивайте, против какого левши вы играете. Если левша, вы знаете, что он любит, грубо говоря, стрелять, пытаться выиграть очко там первым-вторым ходом, то против таких левшей стабильность – это очень и очень важный момент, который будет приносить вам преимущество и будет, как бы, складя чашу весов чаще в вашу сторону. И подсказка номер 10, последняя подсказка в нашем вот этом видео из двух частей, она звучит так. В 90% случаев левша начинает атаку слева в диагональ. Если играете, к примеру, на приеме подачи длинно влево, то ждите начала атаки в диагональ. Вот смотрите, если вы на приеме подачи активно играете с резкой сюда вот в левый угол, во-первых, левши это не очень любят, как я уже говорил, вот, а во-вторых, левши отсюда чаще всего начинают атаку именно сюда, вот в диагональ. То есть, если вы на приеме подачи играете длинно в левый угол, то ждите в большей степени атаку всегда сюда. Причем, как-то так вот получается часто, что спортсмены, особенно, которые еще так малоопытные, они, срезая, например, длинно принимая подачу на левшу в левый угол, ждут почему-то атаку в левый угол. Это происходит потому, что идет привычка, когда, например, мы на правшу, правша на правшу играя длинно в левый угол, атака приходит в левый угол, появляется некая такая привычка. Но с левшами это не работает, то есть, здесь нужно ждать атаку совершенно другой угол, потому что им удобнее начинать сюда. Ну, то, собственно говоря, как и вам, например, в неудобной ситуации с правой руки удобнее начать в диагональ, точно так же и левше удобнее начать в диагональ. И вообще левши, как я уже сказал, слева по прямой играют не очень хорошо, вот всегда ждите этот момент. Давайте посмотрим, как это происходит в некоторых случаях на, опять же, на высоком уровне у сильнейших спортсменов мира. Вот вы увидели, как левши начинают атаку в диагональ. В принципе, конечно, можно найти там ситуации, когда левши начинают атаку и по прямой, но левша начинает атаку только в той ситуации по прямой, когда у него есть определенное время для этого, определенное время для подготовки. Если вы сыграли активно длинным ходом на приеме подачи, например, сюда вот левше, то у него создается дефицит времени и, как правило, атака идет на вас в правый угол. Причем вы видели, там Малон, когда играл против Тима Бола, там был момент, он прямо, я вот сделал два очка подряд. Он первое очко играет длинно, получает мяч в правый угол и активно его перехватывает. И второй раз он опять играет длинно влево и как бы не совсем ждет мяча в правый угол и в итоге ошибается. Вот эта ситуация такая, что левша в основном все-таки будет играть этот мяч в диагональ и вам его стоит этот мяч ждать. Если вы будете этот мяч ждать, то у вас всегда будет преимущество, вы как бы будете в этом плане на ход впереди. Но опять же не забывайте, еще раз повторюсь, что это хорошо работает, когда вы делаете активный именно, например, прием подачи или с короткого мяча играете активно влево. Если вы сыграли пассивно и у левши есть время, то, конечно, он может сыграть этот мяч по прямой. Но если вы создаете левше определенный дефицит времени, то в 90, ну может быть в 80% случаев этот мяч пойдет вам в диагональ и вы можете контратаковать этот мяч справа. Ну, в общем-то, у меня на этом все. Это были все 10 подсказок, которые вы можете применять против левшей. Применяйте все эти подсказки комплексно и вы, безусловно, в таком случае улучшите свои результаты против левшей, особенно если до этого момента вам против левшей было играть в какой-то степени неприятно. С вами все это время был Артем Уточкин. Я желаю вам прекрасного дня и успехов в настольном теннисе. До встречи в следующих видео уроках. Субтитры создавал DimaTorzok